Давайте перейдем к следующему браузеру, который называется Mozilla Firefox. Его еще называют просто Mozilla, также Firefox или Огненный Лис. Давайте скачаем его в интернете. Для этого перейдем на сайт mozilla.org. Мы видим сайт на английском языке, но пусть нас это не пугает. Мы нажмем на зеленую кнопку Get Firefox и попадем на русскоязычный сайт. Здесь мы видим большущую кнопку Firefox загрузить бесплатно. Мы ее нажимаем. Internet Explorer нас спрашивает запустить или сохранить Firefox. Мы выбираем сохранить. Ждем когда загрузится установочный файл. Загрузка завершилась, нажмем кнопку выполнить. Вышло сообщение контроля учетных записей, которое нас спрашивает разрешить ли программе внести изменения. Мы отвечаем да. В приветственном окошке мы нажимаем кнопку Далее. Здесь нам предлагаются два варианта установки программы. Первый вариант обычная установка и второй вариант выборочная установка. Выборочная установка отличается тем, что мы можем выбрать папку для установки программы и где будут создаваться ярлыки. По умолчанию они создаются на рабочем столе и в меню Пуск. Днем кнопку Далее. Здесь нас спрашивают, хотим ли мы использовать Firefox по умолчанию. Мы соглашаемся и нажимаем кнопку Установить. Ждем, когда установка завершится. Установка завершена. Нажимаем кнопку Готово. И ждем, когда запустится Firefox. Если появилась приветственная страница Firefox, поздравляю, вы все сделали правильно. Давайте ознакомимся с этим браузером поподробнее. Мы видим, что он внешне не очень сильно отличается от интернет-эксплорера. Здесь также есть строка для ввода адреса. Появилась строка для поиска. Кнопки домашней страницы и кнопка избранного. Панель вкладок находится сверху. И в отличие от интернет-эксплорера, кнопка настроек находится в левом верхнем углу. Давайте посмотрим, как работает адресная строка. Для этого введем адрес, например, yandex.ru. Открылся сайт Яндекса. Давайте откроем еще одну вкладку. Здесь мы видим, что новая вкладка отображается как пустая страница. Введем сайт google.com. Давайте посмотрим, что можно сделать со вкладками. Их также можно менять местами. Давайте посмотрим, как работает поиск. Введем в строке адреса запрос, например, рецепты пирогов. Нажмем Enter. И видим, что поисковой системой по умолчанию является Яндекс. Давайте попробуем сменить его. Для этого нажмем на иконку Яндекса и выберем, например, Google. Вот мы видим, что значок изменился на Google. Давайте подробно рассмотрим кнопку настройки. Здесь все стандартно, но хочу обратить ваше внимание на пункт начать приватный просмотр. Давайте нажмем сюда. Здесь нам говорится, что Firefox восстановит открытые вкладки, когда мы закончим приватный просмотр. Давайте поставим галочку, что больше не хотим читать это сообщение. И нажмем кнопку начать приватный просмотр. Итак, что же это такое? В режиме приватного просмотра никогда не запоминаются никакие пароли. Любые факты о посещаемых вами страниц тут тщательно заметаются. В качестве примера давайте наберем в адресной строке адрес сайта, на котором мы уже были. Например, начнем набирать yandex.ru. Как мы видим, что не успев до конца набрать адрес, история посещенных сайтов выдает нам yandex.ru. Теперь давайте попробуем зайти на сайт ВКонтакте. В обычном режиме в адресной строке не будет видно, что мы посещали этот сайт. Это очень удобная опция, когда вы работаете за чужим компьютером. В качестве примера давайте выйдем из режима приватного просмотра и проверим, как он работает. Начнем набирать в адресной строке сайт vk.com и мы видим, что он не высвечивается. Никто не знает, что мы тут были. Давайте продолжим обзор кнопки настроек. Следующее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это пункт настройки. Перейдем в настройки. Мы видим меню настроек и первая вкладка называется «Основные». Здесь, так же как и в интернет-эксплорере, мы можем выбрать вариант запуска Firefox. Начать с домашней страницы, показать пустую страницу и появилась новая строчка «Показать окна и вкладки, открытые в прошлый раз». То есть Firefox запустится с теми вкладками, которые были открыты у вас в прошлом сеансе. Я выберу «Показать домашнюю страницу» и введу адрес, например, mail.ru. Это означает, что Firefox у нас запустится со стартовой страницы mail.ru. Перейдем к следующему пункту, который называется «Загрузки». Показать окно загрузок при загрузке файла, это означает, что когда мы начнем качать какой-либо файл, у нас откроется маленькое окошко, где будет показан размер файла и оставшееся время до конца закачки. Следующий пункт означает, что это окошко будет закрыто после завершения загрузки. По умолчанию окошко остается открытым. В следующем пункте мы можем выбрать папку для автоматической загрузки файлов. Здесь по умолчанию стоит загрузка, мы можем выбрать любую другую папку, нажав на кнопку «Обзор». Или если выберем следующий пункт, то Firefox нас будет спрашивать, куда нам сохранить следующий файл. Перейдем к следующему пункту, который называется «Дополнение». Это тюнинг нашего Firefox. Давайте нажмем на кнопки «Настроить дополнение» и посмотрим, что это такое. Загрузилась страница с дополнениями. С самого начала нам предлагают прочитать, что такое дополнение. Давайте ознакомимся и перейдем дальше. Дальше идет список дополнений, которые мы можем установить в Firefox. Для примера давайте установим онлайн-переводчик. Для этого нажмем на иконку. Подождем, пока загрузится страница. Нажмем на зеленую кнопку «Добавить в Firefox». Сейчас дополнение загрузится и автоматически установится. В этом окошке мы подтверждаем, что хотим установить это дополнение. Все готово. Нам предлагают перезапустить браузер. Давайте нажмем кнопку «Перезапустить сейчас» и посмотрим, что будет дальше. Браузер перезапустился. Давайте свернем окно с дополнениями и посмотрим, что изменилось. Мы видим, что рядом со строкой адреса появилась кнопочка «Start AIM Translator». Давайте проверим, как она работает. Зайдем на сайт bbc.com. Сайт загрузился. Мы видим он на английском языке. Давайте нажмем на кнопку «Start AIM Translator». Появилось окошко, и мы видим, что мы не сможем полностью перевести страницу. Давайте попробуем выделить фрагмент текста. Скопируем его и вставим в переводчик. В верхнее поле вставить. Выберем язык, на который нам нужно перевести. И нажмем кнопку «Translate». И вот мы видим, в нижнем поле появился переведенный текст. Вот так работает AIM Translator. Закроем его и вернемся в наше дополнение. Также вы можете установить тут любое другое дополнение по вашему вкусу. Перейдем на вкладку «Расширение». Здесь мы видим список установленных расширений. Можем их включить, можем отключить. Идем дальше на внешний вид. Здесь нам говорится, что у нас установлена стандартная тема. Обратите внимание, что все дополнения также доступны в пункте «Меню дополнения». А мы вернемся к настройкам и продолжим смотреть. Давайте перейдем к следующей вкладке, которая называется «Вкладки». Здесь мы поставим галочки там, где захотим. Здесь все интуитивно понятно. Давайте пойдем дальше. Следующие две вкладки мы пропустим, потому что по умолчанию они уже настроены. И нас интересует следующая вкладка, которая называется «Приватность». В разделе «История» нам предлагается запоминать историю посещения сайтов или не запоминать эту историю. Перейдем к следующей вкладке, которая называется «Защита». Здесь нас интересует поле пароли, где мы можем включить или выключить опцию запоминания паролей для сайтов. Перейдем к следующей вкладке, которая называется «Дополнительная». В разделе «Общие» мы ничего трогать не будем, но вы можете почитать каждый пункт и поставить те галочки, которые считаете нужны. Перейдем сразу к разделу «Обновления». Тут мы можем настроить автоматическое обновление Firefox, выбрав первый пункт. Вот мы рассмотрели основные настройки Firefox. Давайте нажмем кнопку «Ок» и закроем это окошко.